Добрый день уважаемые трейдеры, вас как всегда приветствует компания AvinOptionSignals и сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Color MACD Scalper System. В данную стратегию входят два индикатора, один из них всем известен, это слегка модифицированный MACD, а второй индикатор является скальперским. Данная стратегия является универсальной и может использоваться как для скальпинга и работе на коротких таймфреймах, так и для работы по тренду на более крупных таймфреймах. Сразу хочется отметить, что данная стратегия показывает лучший результат при работе по тренду, но и в скальперской версии можно получать прибыль. Результат на который можно рассчитывать это в среднем 65% положительных сделок. Для работы по данной стратегии используется экспирация в две свечи от текущего таймфрейма. Таймфрейм же можно выбрать любой, но если говорить о скальпинге, то это одна минута. Именно на скальпинг сегодня мы и сделаем упор. Касательно установки данных индикаторов, устанавливаются они по умолчанию в терминал метатрейдер 4. Настройки остаются без изменений. И конечно же если вы не знаете как устанавливать правильные индикаторы в терминал метатрейдер 4, то в данной статье есть видео, в котором объясняется все пошагово. Теперь перейдем к правилам данной стратегии. Если говорить об индикаторе MACD и долгих экспирациях, то стоит отметить один момент. Логично, что зеленые столбики говорят о росте, а красные – о падении. А вот желтые столбики говорят о том, что скоро возможно изменение тренда, либо просто остановка текущего движения. И если обратить внимание на данный участок, можно видеть, что при формировании желтых столбиков движение было остановлено, после чего и вовсе развернулось. Но это не значит, что так будет каждый раз. Это всего лишь один из вариантов развития событий, так как при работе по тренду стоит учитывать много разных факторов. Если же говорить о скальпинге, то обращать внимание на желтые столбики не обязательно. А вот на что стоит обращать внимание, это на смену цвета столбиков. И для открытия опциона Call нам потребуется, чтобы столбики поменялись с красного на зеленый, как в данном случае. А для опциона Put они должны поменяться с зеленого на красный, как здесь. Это был первый сигнал для входа в позицию по данной стратегии. Второй сигнал дает индикатор, который находится на графике. И как можно было догадаться, для открытия опциона Call нам нужно, чтобы индикатор поменял цвет с красного на желтый, как в данном случае. А для открытия опциона Put нам нужно, чтобы индикатор поменял цвет желтого на красный, как здесь. Вот и все правила для скальпинга и работе по данной стратегии. А теперь давайте попробуем совершить такие сделки на реальном счету и посмотрим, что из этого выйдет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok